Все вокруг обсуждают Навального, но очень важно помнить, что в нашей стране есть политические заключенные, активисты и оппозиционеры, которые тоже находятся в тюрьме. И чтобы не обсуждать постфактум, что с ними происходит что-то плохое, мы должны оказывать им максимальную поддержку прямо сейчас. Очень важно понимать, что и Навальный, и другие политические заключенные страдают и погибают не только из-за того, что есть диктаторский режим, а из-за того, что люди, за чьи права они борются, абсолютно аморфны, боятся запостить сторис, боятся написать комментарии или репостнуть видео о них самих. Раджул Анбаев, кто не знает, это активист, член партии Незарегистрированная Алга Казахстан, который недавно получил 7 лет лишения свободы за то, что слишком много критикового власти, финансировал экстремистские организации. 24 января он объявил голодовку и употреблял только воду и витамины и собирался держать ее минимум полтора месяца. Но совсем недавно его физическое состояние очень сильно ухудшилось, поэтому он голодовку прервал. В Казахстане огромное количество преследуемых активистов и политических заключенных. И это во многом из-за того, что люди не оказывают им должной поддержки. Я не прошу вас выходить на улицы, если вам страшно, но вы должны делать все, что в ваших силах. Делать репосты, писать какие-то комментарии поддерживающие, донатить им на посылки. Хотя бы то, что в ваших силах. Большинство людей, к сожалению, всегда будут бояться и это даже нормально, это даже сложно осуждать. Но вы все еще можете выбрать какой-то комфортный способ поддержки и осуществлять его. Потому что это критически важно, потому что это приблизит какие-то хорошие изменения в нашем обществе.